Вы знаете, мне кажется, что первая половина XX века и все катаклизмы, которые произошли с Российской империей, с революцией, с войнами, все это ощущение депрессии, которое вообще овладело европейскими людьми в начале XX века, это было такое общее ощущение приближения к концу. Но всякий человек конец своего исторического периода, своей эпохи расценивает как конец вообще. Поэтому широкими массами узкого круга интеллигенции подхватывались такие идеи и овладевали ими такие идеи, как идеи о смерти бога, христианского бога Ницше, о закате Европы Шпенглера, о том, что на смену философии Канта идут пушки Круппа. В общем, три разговора Владимира Соловьева, вот такая, как бы сегодня сказали, депрессуха. И внутри этого вот такого сознания конца пытались найти причины, в том числе исторические причины. Вот мы такие, потому что когда-то вот случилось что-то неверное. Вот тогда был сделан неверный шаг, и от этого все и пошло. Мне кажется, это совершенно неверно. Понимаете, есть события, которые не могут быть в истории совершены только каким-то узким кругом интеллектуалов. Да, крушение, собственно, императорской власти в России можно рассматривать с разных сторон, но уж никак его будет очень трудно связать с византийским наследием. Очень трудно, да. Не по своему происхождению, не по своему воспитанию русские императоры 19-го, конца 20-го века, в общем, к Византии не имели никакого отношения. Скорее, это были европейские роды. Народ тоже, в общем, не имел к Византии какого-то такого близкого отношения. Нет, не думаю, не думаю, дворянство тем более. Несомненно, ну мы, может быть, пытаясь найти корни каких-то наших, нашей особенностей, я бы, честно говоря, не искал бы их в такой изменчивой все-таки идеологии. Я бы их искал все-таки в устройстве жизни. А устройство жизни к Византии мало имеет отношения. Устройство жизни как раз скорее имеет отношение вот к тем десятилетиям ига. Само устройство жизни, то есть невысокая цена человеческой жизни, ну в общем она и в Европе была невысокой. Собственно, наше кардинальное отличие с европейскими государствами заключается в частной собственности. Частная собственность стала святыней европейского устройства жизни. Ее защищали законы, частная собственность была неприкосновенной и так далее, и так далее. В России частной собственности, в общем, особо никогда не было как то, что не могли отобрать в любую минуту. Поэтому, наверное, здесь нужно искать какие-то особенности, потому что при отсутствии частной собственности не возникло недостаточно развитого права системы, правовой системы, необходимой для того, чтобы ее защищать в разных случаях. Не возникло и чувства необходимости в этой системе, потому что понятия правого суда и справедливости, ну в общем никогда не доминировали в обществе. Знаете, был такой замечательный вопрос, идущий еще, по-моему, из 18 века, тебя как судить по закону или по совести? Если по закону, то вот видишь все эти там свода законов Российской империи, вот они все против тебя. Вот, мы всегда выбирали по совести, а это предполагает совершенно другое устройство, да. Это предполагает милосердие вместо справедливости, вот, это предполагает отсутствие самоопределения «коренящегося в тебе самом». Знаете, вот очень интересно читать отчеты об уголовных делах, связанных, допустим, с царем, с царской властью 17 века. Они выходят, сейчас публикуются, как люди сами себя определяли. «Ты меня не смеешь бить, я сын царева солдата». То есть почти во всех самоопределениях конечным итогом является царь, патриарх или воинский начальник. То есть не сам по себе человек, а то, как он хотя бы через родственников связан. То есть у нас как бы пирамида наоборот. В основе пирамиды стоит сакральная фигура царя или патриарха. И твоя ценность определяется тем, насколько ты имеешь частичку от этого, пусть через родственников. И это совершенно другая система, она и не с Византией особенно не связана. И она связана именно с тем, что человек не мог сказать «ты не смеешь меня бить, я свободный хозяин свободного участка». И этот участок, и эта земля, этот дом у меня и будет у моих детей, и у моих внуков. И я там такой-то такой. Это то, что было на Западе. Самоопределение по собственности. У нас этого не было. Вот, поэтому, может Федотов поэтому и говорил, что в России легче найти святого, чем порядочного. Именно потому, что порядочность подразумевает порядок. Да, укорененность в неком устройстве. А если устройства вот такого законного укорененного нет, то... Продолжение следует...